Попала на концерт в Мокзаврэбе. Их никто еще вообще не знал. Их не знала я. Я не знала вообще ничего про Грузию. И вот эта конференция, которую я выходила представлять, сказала всем людям, которые там присутствовали. «Москвичи, расслабьтесь, снимите весь свой снобизм. Сейчас к вам выйдет группа из Грузии, и они вас разбудят». Ну, серьезно, к пятой песне уже все пытались подпевать по-грузински. Прилетев в Тбилиси, через два часа я стою на площади Европы и четко понимаю, что все, я пропала. То есть я не знаю ни одного грузина, по факту, как человека. Я не знаю культуры. Я не знаю, что меня ждет и какая это страна. Но уже я понимаю, что здесь есть безопасность для меня, как для гражданина России, гораздо больше, чем в Москве. Есть устоявшееся мнение о том, что выскочкой быть нехорошо. Лучше быть, как все. Это гарантирует тебе безопасность и все прочее. В тот момент, когда происходили действия в Грузии, я жила еще в том самом мире, в закрытом информационном вакууме. Я еще ничего не знала. Когда начали происходить события в Украине, я, конечно же, все это видела другими глазами и со всем освободившимся взглядом от этой пелены информационного вакуума. Я ехала в Батуми и увидела вот этот вот трафарет «Сухуми, Батуми» и у меня такой вопрос. Почему не на одном указателе? Я серьезно говорю, то есть это абсолютно факт. Я не понимала, что «Сухуми» был в Грузии. Я выросла в другом информационном пространстве. Я этого просто не знала. Канал называется «Тбилиси лайф». Изначально я его планировала только в Тбилиси. Но я сама стала глубже погружаться в Грузию, когда переехала. Стала находить то, что для меня важно донести для людей, которые читают это на русском. Если люди знают одну сторону Грузии, какая она прекрасная, гостеприимная, они должны знать глубже все-таки. Включи вот это критическое мышление, задавай вопрос сам. Задавай, ищи и в интернете. Зимой всех звали в Грузию, потому что здесь прекрасно, здесь все любят русских, здесь очень много русских. Сначала была такая повестка. А потом, когда появилось понимание, что Грузия портит россиян в какой-то степени, у них в голове зарождаются другие мысли, у них появляется информация гораздо больше, чем полагалось, ну, должно появиться было. Читая информационное пространство российское, ну, чаще всего ты шокирован от того, что там пишут, «Комсомольская правда», писать о том, что здесь вместо чачи теперь угощают гостей марихуаной. В стране уже два дня идут митинги, и сегодня планируется третий. Мы хотели бы поинтересоваться у российских туристов, как они проводят свой отдых здесь. Наверное, важно сказать, что видео было снято буквально там через два дня, после вот этой ночи Гаврилова, которую я называю, с 20 июня на 21. У нас было четкое понимание, что мы должны что-то сделать, чтобы показать россиянам тем же самым, да и вообще всем. Вырезали кусок примерно, наверное, дня через три из видео на Ютубе с маленькой-маленькой ссылочкой на канал. Мы пытались связаться с Россией 24, в Ютубе нажаловаться, что взять материал без согласования. Причем вырезан кусок, естественно, вырезан тот, который им нужно. Не пользуйтесь одним источником, пользуйтесь множеством. Я переехала в Грузию, потому что для меня это был островок свободы, где я себя чувствовала более свободной. Свободной от всего, от стереотипов, от каких-то рамок, от много чего. Прежде чем доверять какой-либо информации и делиться ею с друзьями, проверяйте ее достоверность. Редактор субтитров А.Семкин